Вот я же сам всё радуюсь, да, за общество созидателей, пассионарных личностей, людей, которые меняют мир вокруг себя и так далее. И я иногда даже устаю, у меня руки опускаются, потому что, ну, мне кажется, что созидателей, их прям на порядке меньше. И это всё, значит, окажется от мозга, да, от развитости вот этого третьего уровня. Ну, это тоже влияет. Привыкли, да? Просто понимаешь, как раз здесь же вопрос опять же, что мы обеспечили? То есть, если у нас не закрыт базовый уровень, допустим, тех же самых потребностей, то есть, скажем так, потребность в еде, потребность в том, чтобы мы обеспечили свою безопасность, наш мозг будет нас туда постоянно возвращать. Он говорит, нам, ну, как бы, нужно закрыть базовые потребности, то есть, мы ещё не чувствуем себя, что мы живём, понимаешь, как раз? И когда человек не чувствует этой безопасности, закрытости, а это как может быть как раз изнутри, так же может быть извне. То есть, есть люди, которые реально закрыли себе финансовый уровень, ещё какой-то, но они постоянно, то есть, скатываются сюда, и они, скажем так, не настолько счастливы, насколько могли бы, они настолько создают, сколько могли бы, создают, что у них есть и ресурсы, и всё для этого, опять же. Поэтому не хочу сказать, что это единственное, что есть, понимаешь, как раз? Здесь же много разных факторов, но так как я работаю с мозгом, я это реально вижу. Когда человек, то есть, который особенно есть ресурсы, просто начинает прокачивать свой мозг, а я работаю там и с членами управления крупных зелёных там организаций, и с бывшими топами тоже кроссбанков, как-то у меня так пошло, то есть, именно с финансовой сферой много работаю, так как они много работают головой, и говорят, нам бы надо её допрокачать. И реально, то есть, видится эффект, человек говорит, я стал более включённым, более осознанным, я теперь меньше устаю, я быстрее обрабатываю информацию, запоминаю, или там, он быстро выучил язык, я, говорит, я её теперь использую, и, ну, то есть, разница есть, и, ну, как бы, в этом состоянии хочется больше созидать, когда у тебя есть ресурс на созидание, и это один из тоже важных параметров. Но, в принципе, то есть, вот то, что мы до этого обсуждали с тобой, через спорт. Кто-то через спорт зарядился, и у него тоже энергия снизу, с тела идёт наверх, потому что у него здесь и переизбыток, и она, ну, хочет-не хочет, сюда поднимается. То есть, кто-то ещё тренирует мозг, то есть, у него она быстрее, скажем так, активизируется, то есть, даже без тренировки, то есть, она всё равно идёт, и он говорит, что-то надо делать, что-то надо делать, то есть, ну, как бы, там, сложно сидеть. А так, действительно, даже по Гумилёву, то есть, сколько там у нас процентов в пассионариях, там, пять, семь, десять нужно, чтобы, вот, как бы, всё закрутилось, завертелось, и... Нас два, у нас два. Два? Всем нужен ты. Ну, я с тобой согласен, знаешь, я... У меня были проблемы с одним из наших ведомств, ну, как у предпринимателя, да, и вот они что-то от меня хотели, я, там, судился с ними, и вот эти четыре месяца я ни о чём другом не мог думать, действительно, то есть, там, какие книжки писать, какие выступления, какие, там, даже посты в Инстаграме не мог, потому что, ну, безопасности не было. Энергия туда, да. И потом, когда вопрос решился, да, конечно, тогда уже появилась энергия. Ну, наверное, это одна из причин, да, что у нас большинство людей, думаю, это о другом, потому что они находятся на другом уровне потребности пока, просто элементарно. То есть, помимо нейропластичности мозга, окружение, культура, экономическая ситуация в стране, всё это влияет, да? Да, ну, и опять же, то есть, если при прочих правных мы берём, человек, который активизировал свою нейропластичность или не активизировал, то есть, это, опять же, разные уровни, то есть, именно желание что-то делать и активизировать, то есть, ведь в той же самой экономической ситуации есть люди, которые всё равно продолжают расти, есть люди, которые, как бы, что при хорошей падали, что при плохой падали, поэтому... Женя Затонский. В похожих, да, а вот как раз мы на что можем влиять, то есть, на внешнеэкономическую реальность, но вот я пока не сильно могу на неё влиять, то есть, как в плане экономики, то есть, но я могу влиять на себя, как я могу влиять, как раз на какие-то свои выборы, я могу влиять на своё внутреннее состояние, я могу влиять на свой мозг, то есть, у меня сейчас 33 года, некоторые мне столько там не дают, это даёт, это не самое главное, но я понимаю, что прокачиваю свой мозг, вот здесь, как раз, и Света с нами очень приятно, то есть, ну, вижу, там, знакомые лица, здорово, то есть, прокачивая свой мозг, я могу на это точно влиять, чтобы я мог продолжать расти, чтобы я мог изучать нужные мне данные, чтобы как раз, когда меняется структура, но мне нужно в ней перестроиться, чтобы я мог это быстро изучить, применить у себя и действовать, на это нужна энергия и ресурс. Если идёт ресурс из неокортекса, то есть, из ресурсного мозга, то мы, опять же, вот совершенно по-другому смотрим на те же самые материалы, книги и всё остальное. Я понимаю, что я человек, вот, допустим, у меня ситуация, то есть, я писал, что у тебя там несколько месяцев как раз тянуло у тебя энергию, у тебя просто энергия созидания переходила в то, чтобы решить вот эти вот задачи. И у меня тоже есть разные варианты, сложности, которые за меня тоже тянут энергию, но когда я это осознаю и понимаю, я думаю так, окей, вот на это сколько я готов энергии выделить, и что мне ещё нужно сделать, чтобы вот та самая энергия созидания, она осталась, потому что, можно сказать, её можно менеджерить. И когда мы осознанно понимаем этот уровень, сколько у нас есть, то мы его можем вот направлять на нужные нам вещи, и мы можем его поднимать, опускать, на это влияет как раз спорт, то есть, одно из занятий спортом, это то, что это поднимает. Хороший сон, там, правильное питание, то есть, все базовые вещи, они поднимают базовый уровень энергии, которые просто, как бы, доходят до верха. Это, что называется, подъём снизу вверх, когда мы через активность, через физику, через питание, через базовые функции, то есть, поднимаем это всё наверх. Наверху это можно тренировать через технологию скорочтения, развития памяти, быстрого изучения языков, управления вниманием, а эмоциональным интеллектом, то есть, это всё тоже класс вещи, которые тренируются здесь, и мы просто более осознанно понимаем, что происходит, и можем этим управлять. Как знаешь, там, есть предприниматель, который приходит, и просто за счёт энергии всех пушит, как бы, там, толкает вперёд. Это один из способов управления, особенно хорош в самом начале. Есть вариант, когда человек понимает цифры показателей, и, может быть, он там, не супер, там, зажигалочка, но он говорит, так, вот здесь вот это подкрутить, вот здесь вот это, пожалуйста, подкрутить, и тоже, как раз, система, как бы, двигается. И когда человек, у него есть и первое, и второе, то, скажем так, это можно пушить гораздо быстрее, как, вот, если смотреть на Джобса, или, там, на Маска. Ну, то есть, там, есть примеры, когда есть и первое, и второе, то есть, просто, и мы их тоже видим более заметно. Но у каждого свой стиль, руководство, и надо найти здесь себя, вот это, мне кажется, самое важное, не только вообще в тренировке мозга, по жизни это.